Я тут плавно перейду к другому резонансному интересному интервью, а именно Кирилл Буданов тоже вчера дал интервью, нет, сегодня, наверное, оно вышло с утра, Наталье Масичук, и он тоже, кстати, говорил о том, что такое победа и сказал, что после победы Украины лет через 10 Россия может обязательно попытаться снова нападать на Украину, поэтому задача сделать так, чтобы этого не произошло, потому что у них будет желание, и в том числе, вот вы сказали о том, что народ, общество защитило Украину, а я хочу еще поговорить о том, а кто защитил президента Украины, потому что Кирилл Буданов озвучил интересную информацию о том, что россияне готовили устранение Зеленского, что это было, там было несколько попыток, и, в общем-то, рассказал, да, некоторые подробности. Потом он сказал о том, что среди тех, кто руководит сегодня Россией, единицы выступают за войну, то есть большинство против, потому что война бьет по ним самим. Сказал, что Беларусь не готова применять ядерное оружие, тренировки идут, но не готова. Сказал, что Россия не применит ядерное оружие, даже когда Украина будет в Крыму. И вот он, в отличие как военный, да, в отличие от президента, и раньше говорил, и сейчас он подтвердил то, о чем мы с вами тоже на эфирах часто говорили, что война должна быть перенесена на территорию России. Ну, она, да, ее надо перенести на территорию России, ну, да, вот так, как это делает сейчас Украина, ударами по военным объектам на территории Российской Федерации, да, потому что вот с этих аэродромов вылетают самолеты, которые бомбят украинские города, да, из этих заводов выходят снаряды, которые бомбят. То есть это ясно, что военные объекты России есть целью украинской армии, и это даже не обсуждается, да. Что касается высказывания Буданова, что там в окружении Путина люди против войны, ну, я вот как-то тут очень сильно сомневаюсь, потому что явно у Буданова и у меня совершенно другие представления о российской власти и о том, как она вообще, как она функционирует и как она создана. Я не верю, я не верю в то, что ближайшее окружение Путина против этой войны. То есть если это так, я же никогда не пытаюсь сказать, что у меня там абсолютная правда, но если так, как это говорит Буданов, что люди не верят, то есть как бы у них два выхода. У тех людей в близком окружении Путина, которые не верят. Это либо дожидаться его смерти, либо не дожидаться его смерти. А не дожидаться его смерти, ну, это значит, ну, разобраться с ним самим, да, то есть вот у них, как бы, если там, скажем, вся история с Пригожиным, да, и вот с его этими, да, с его походом на Москву, и его убийством, и уничтожением, потом этими тайными похоронами, да, то есть если это могло сыграть на людей, которые там публично выступают против президента Путина, ну, с этой стороны, то есть со стороны сторонников войны, что он там недостаточно решителен, что он там недостаточно главнокомандующий, и так далее, и так далее, да, что вот он должен там и применить и это, и это, и это, и все ужасы этого света, да. Вот это одна история. Может быть, некоторые из них заткнутся, потому что побоятся, да, вот этой вот судьбы, которая, которая постигла Пригожина, но люди в близком окружении, они же не будут это говорить, они же это, они же не, они же не говоруны, они же должны, в общем-то, ну, делать интригу, в общем-то, ну, там, они должны делать переворот, они должны убивать человека, да, и становиться на его место. Ну, что они должны сделать, если не против этого. Сколько же, что же они резину-то тянут, кстати? Ну, что они тянут, вот потому что их там нет. По поводу... Вот потому что их нет. Вот если они там были, то они бы это уже не тянули. Потому что они просто долго запрягают, Савик. Ну, что же они долго запрягают, ничего они долго не запрягают. Вы знаете, тут, знаете, вот это как декабристы, да, нет сегодня декабристов в российском обществе, да, то есть обществе, народонаселение. Ага. На этой неделе прошли похороны Пригожина? Ну, правда, это тоже вопрос, кого там похоронили в могиле Пригожина, или что похоронили его, не его, на каком кладбище было столько всяких там разговоров. Тем не менее, ну, вот похоронили его. И, в принципе, все больше и больше мнений о том, что, ну, все-таки он погиб, что Путин таки с ним поквитался. И на фоне этого российские СМИ написали о том, что Кремль готовится к тому, чтобы новый мятеж не смог состояться. То есть Кремль готовится к новым мятежам. Кремль понимает, что существуют протестные точки где-то, которые могут так же, как Пригожин, возможность пойти на Москву. Вот кто мог, где и кто это может быть? Как вы считаете, Савик? Ну, смотрите, давайте начнем сначала по поводу похорон Пригожина. Смотрите, вот на чаше весов, да, вот, да, есть как бы предатель с одной стороны и герой России с другой стороны. Как хоронить такого человека? При том, что не все считают, что он предатель. А многие считают, что он герой России. При этом ты президент, то есть вы президент, дали ему героя России. Как его хоронить? Вопрос. Если его хоронить открыто, я не знаю, что там в гробу лесят, что там, неважно. Если его хоронить открыто, со всей церемонией похорон героя России, то есть там флаг, фамфары, выстрелы и все. Арктисты, выстрелы, залпы, да? Да, 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 все, все, вся, вся атрибутика, то могут собраться массы. Ну, я полагаю, так считал Кремль. Он тебя так повел. Ну, иначе это нелогично. Значит, вот на этой чаше весов все же выиграл, то есть, образ бунтаря. А вот бунтаря надо хоронить, как бы, да? Это вам там не царь, который четвертует какого-нибудь там повстанца, да? А это вот человек, который выступил против системы, со своей риторикой, да, фашистской, как хотите его называть, неонацистской, да? И вот его похоронили тайно, чтобы не собрались люди и чтобы не было никаких беспорядков. Это значит, что есть какой-то страх. В этом нет никакого сомнения. Есть какой-то страх, да? Страх перед людьми. Но у путинской власти всегда был страх перед людьми. И там, одиннадцатый год, болотный, все, это страх, страх перед... Вот, что люди могут реально свергнуть эту власть. Кто может свергнуть сегодня эту власть, если не ближайшее окружение? Но я думаю, что и ближайшее окружение это бы уже сделало, если бы у них было такое желание. Вот, и смелость при этом. А это только те люди, которые на фронте, да? Это просто те люди, которые повернут штыки и пойдут на Москву, да? Что найдется там человек даже посерьезнее Пригожина. Хотя я говорю, я такого человека не вижу, но вы понимаете, но ведь и в семнадцатом году все это произошло, там не было ничего, никаких там не было ни таких великих лидеров. Да, просто вот и все. Там просто были брошены правильные лозунги. Кончай войну все по домам, там земля крестьянам, фабрика рабочим. Все, все, это сыграло. То есть дворец в Геленджике будут делить между рабочими? Ну, дворец в Геленджике, я надеюсь, превратится в что-то вроде Межигорья, но я не знаю, кто туда первый попадет и что-то туда заберет, но, понимаете, да, я думаю, что да, я думаю, что это... Понимаете, вот есть вещи, которые неминуемы. То есть ты выстроил мафиозную систему, но ты выстроил мафиозную систему, у которой нету никакой исторической вообще почвы. То есть мы, скажем, ну, сицилийская мафия там или... То есть Козаностры, да, у них есть исторические корни. Они даже могут сказать, что не было бы высадки союзников на острове Сицилия, да, там, во время Второй мировой, если бы не мафия. Потому что мафия ненавидела Муссолини, мафия всегда ненавидит государство. То есть вот в любом его виде. Поэтому вот. А тут слияние, как бы, да, с одной стороны, ты-то государство... Вот вы Путин, вы государство презираете. Вы его презираете, потому что вы его обкрадываете. Да, вы обогащаетесь. Поэтому вы этого государства не уважаете, да, и вы не уважаете людей, которые живут в этом недогосударстве. И вот вы их не уважаете. Да. У вас нету исторической почвы просто, да, для этой системы. Вот нету. И корней нету. И поэтому эти корни не вырастут. И поэтому, конечно же, это закончится... Это закончится, как, я не знаю. Кто-то предсказывает там страшные бунты или смуты. Кто-то говорит, что это может произойти и мирным путем, в конце концов, там, первые выборы, которые там будут не совсем демократическими, потом они станут более демократическими, выйдут на свободу политзаключенные, выйдет на свободу Навальный, выйдет на свободу Яшин, выйдет там на свободу Карамурза и все остальные там ребята, которые сидят за то, что, между прочим, очень много людей сидит за то, что они выступили против войны. Значит, и эти люди, вот создастся какой-то, наконец, в России общество. И, как сказал писатель Дмитрий Быков недавно, только интеллигенция может спасти Россию. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь в этом, ну, очень сильно в этом сомневаюсь. Но, вы знаете, я думаю, что переворот, переворот, это должен быть, это должен быть серьезно, вот что-то такое военное с фронта, которое должно пойти. это, но я думаю, что первый звоночек мы получим из Белоруссии. Я думаю, что в Белоруссии ситуация очень шаткая. Например? Ну, знаете, то есть, многие ребята белорусские, они воюют на украинском фронте. Как только украинская армия, она уже как бы близка, 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 она близка, близка к прорыву, ну, близка. То есть, еще нет, ну, конечно, я понимаю, что там огромное количество жертв, но украинская армия уже где-то, вот где-то, где-то близка. Если не в этом году, то я говорю, там, да, ну, хотя бы там, ну, хотя бы взять Токмак. Да, потому что, только потому, что это очень важный логистический узел, да, чтобы россиянам не давать совершенно возможности доставлять туда и боеприпасы, и продовольство, и так далее. А немножко высвободятся руки там у полка Калиновского, да, белорусского. Эти ребята, я не думаю, что у них нет контактов с регулярной белорусской армией. Я не... Есть. Есть, конечно. Я абсолютно убежден, что многие офицеры украинской армии совершенно не поддерживают вот это зверство, которое происходит... Белорусская армия, вы видите. Да. Офицеры белорусской армии регулярной не поддерживают... Я думаю, я так думаю, не все точно, да. Я точно думаю, что... Да, зверское поведение. Да, зверское поведение. Зверское поведение с политзаключенными, реально зверское. Да. Значит, я думаю, что немалое количество офицерского состава знает, что всей этой операцией зачистки руководила ФСБ, а не КГБ Белоруссии. Что КГБ Белоруссии, в общем-то, не смогла бы абсолютно сдержать народ. Поэтому я думаю, что там может сформироваться вот как раз вот этот симбиоз между теми, кто воюет на фронте в Украине за свободу Украины, с теми людьми, которые все же чувствуют, что Лукашенко их завел в абсолютный тупик, где они стали вассалами России, где они уже практически регион Российской Федерации. Хотя Ниговой Федерации там нет. Ну, значит, и тут может появиться какой-то симбиоз. Я реально, вот тут я, потому что Белоруссия небольшая. Народ, да, народ очень мирный, очень такой аккуратный. Народ, который понес огромные жертвы во время Великой Отечественной, то есть 41-го по 45-й, да, и я думаю, что будущее Лукашенко еще более как бы под угрозой, то есть, ну, под угрозой, это же хорошо. То есть, ну, вот Лукашенко может стать первым, вот первым, который уйдет. уйдет.